Непонятная эпидемия 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 фанаты они знают то что ну как фанаты зрители они знают то что на моем канале было прохождение моровинда я там прошел ровно до первого города я уже не помню как он называется почему я вспомнил об этом может быть потому что три первые буквы одинаковые в этих играх может быть потому что графика похоже может быть потому что я дурак я не знаю я просто скажу как дофига крутой сценарист в фильмах в любом случае мы начинаем играть в морутопию я вам ничего так не сказать давайте начнем игру я хочу предупредить вас что тут огром что за глупо это да ведь это же просто чучело значит все пока не по-настоящему вроде еще не не всегда работающие волосы мне уже совершенно ясно что-то дорого придется произвести с ним все взрывы сверстались а придет к этому встречается в губернации и что-то еще не любит я думаю что я перехитрят того кто будет поступать прямо и не светлодически только в виду положится выбросать все напрягаю чему не спать но и наши умеют дворечие леса разрушите меня а а а честно скажу я не понимаю что происходит давайте уже начнем игру давайте просто начнем игру потому что мы поймем наверняка что тут происходит так предупредить что тут большое количество текста так что я вам буду это все читать потому что может быть вам будет лень читать самим это наши персонажи девушка закрыта насколько я понимаю нужно как-то еще пройти вот так что начнем с бакалавра в истории человечества случались катастрофы которые установили для людей наглядно демонстрации ничтожности их достижений творчества непобедим торжества непобедимого зла к таковым непременно но несомненно можно отчасти эпидемии заразных болезней периодически стиравших лица землицовые города лучшие умнейшие участники этих бедствий неоднократно убеждали что бороться в таких обстоятельствах бессмысленно можно ли стиснуть зубы и мириться со своими утратами эта история о том как один человек совершил чудо и держал победу противником одолеть которого казалось невозможно похож на кого-то актера горуспик как призывают менху верных из рода служителей что по рукам узнают их мясников по глазам отличают их хирургов знахарей линий почти уклада говорящих суд руками владеющих искусством горуспиков кого назвать горуспиком гадатель по внутренностям он знает что тело подобно вселенной его скальпель следует линиям тела его стопа следует линиям судьбы его рода им доверяют власть когда они знают какую линию выбрать их закапывают в ямы в черном плоти земли когда они путают свои пути это история о том как человек ушел противоречия грозившего погубить обреченную жизнь и мастерски исполнив свою жизнь это предназначение это видео какой-то патологоанатом но давайте начнем с первого чтобы оказался здесь по воле злых обстоятельств дело которому он посвятил свое призвание завершается крушением запоздавшие письмо коллеги настигла бакалавра в разгар жестоких преследований которым власти подвергли его научную теорию о пределах человеческой жизни письме сообщается что неким поселением правит необыкновенный человек который являет собой живое доказательство смелой гипотезы бакалавра танковский загорается отчаянной надеждой в этом внезапном письме он видит знак судьбы не медля не дня он отправляется в путь бакалавр прибывает на место глубокой ночью в поисках ночлега он заводит знакомство с девушкой по имени ева вы слышите это и останавливаясь в доме чтобы дождаться утра только не говорите мне что человек со счет начал бить по этой стене он уже начал что серьезно вы слышали это вы слышали о это момент из трейлера вы слышите как он бьет по стене я потом посмотрю эта игра уже очень сильно давит на мозг я вам честно скажу но мне очень интересно я опять повторюсь что тут огромное количество диалогов я буду их стараться читать вам чтобы вам было хоть что-то понятно что вдруг как бы ну чтобы мне не чтобы вам не приходилось ставить на паузу если я быстро начну читать то есть я прочитал а вы не успели и вам на паузу ставить я не хочу чтобы это было так что я буду читать вот и я надеюсь что как бы вы это выдержите я не смог запустить эту игру в разрешение 16 на 9 потому что и в принципе нельзя так запустить поэтому я снимаю в квадрате ну в квадратном таком разрешении тоже это такая вот проблема но я лично очень хочу просто показать вам эту игру поиграть в эту игру надеюсь что вам тоже стало интересно вот я просто решил поиграть во что такое атмосферное во что-то большое с большой историей даже если геймплей не такой уж и хороший тут я хочу именно атмосферы и хорошего сюжета и мой выбор упал на эту игру я не видел чтоб его кто-то проходил так что ресурс и что я попробую сам найти я думаю что не каждый не на каждом канале есть такое прохождение что-то новенькое я надеюсь вам будет интересно это слепое прохождение я сам ничего не знаю кроме управления там по минимуму так что давайте начнем ребята миссия миссия моя пока представляется туманной результаты осмотра симона кайна замечательного по некоторым сведениям долгожителя могут перевернуть основу современной тантологии научное представление о смерти вообще впрочем даже если этот бессмертный дракон существует на самом деле сам факт его существования не отменит приказ области о ликвидации нашей лаборатории нужно будет найти к нему правильный подход если симон человек обремененный авторитетом и властью сочтет мой интерес оскорбительным будет нелегко убедить его вписать новую страницу в истории учения закономерности жизненных процессов день 1 концу которого бакалавр придется выступить вступить в противостояние с поистине победимым убийцей я буду стараться быстрее прочитать чтобы не задерживать так тут пусто так постойте как нам экипировать оружие понятно так это у нас это у нас показывает что у нас тут есть но приближенных нас никого нет так карта у нас тоже все давайте пойдем спущен что тут полно уже ничего нет я маленько помню что как я проходил но у меня записи сломалась поэтому пришлось заново придется замочить пройти быстренько я буду быстро читать но диалоги все равно все пойду обязательно заново чтобы вы сами видели что тут вообще происходит что к чему привет тебя тоже разбудили эти звуки снаружи какой-то страшный был стон да будто зверь имел и еще что-то треснул громко я не замерю как уснул словно в обморок провалился что это за звуки кажется чужие люди забрели во двор там в глубине за водоемом я не думаю что у них дурное на уме но у меня неприятное предчувствие я боюсь выйти к ним где еще не скоро уйдут и не и не будут мешать нам спать я хочу поблагодарить за гостеприимство кровь и постели надеюсь что ни в чем не испытал недостатка я ведь очень я ведь очень рад тебя до него да откуда ты знаешь кто я слава летит впереди человека столичная знаменитость бакуавр данковский основатель тонатики ты борец со смертью конечно мы слышали о тебе это слабо незаслуженное но знакомство с вашим правителем поможет мне оправдать гордое звание кто-то меня наградил смерть вот какого врага ты себе выбрал неужели тяжело кажется никому еще не удавалось победить это зло миллионам врачей удавалось победить ее в частных случаях мой враг страшнее враг смерть вообще не частный случай смерти я не понимаю я сам понимаю едва-едва может быть смерть только представляется нам неизбежностью но на самом деле она всего лишь каприз воли обустроивший этот мир это вопрос так где находится ключик моей победе это рядом кайны живут в горнах на площади моста только позволь я дам тебе один совет давай у щимона есть два мужа брата старший из них георгием из его судья зайди сначала к нему не спит судья мне надо блокнотик ручка ручка у меня полно вот блокнотик я не знаю будет ли это где-то отображаться но я буду записывать себе тоже так зайди сначала к нему не спит он научит я как говорит симона маму от шесть братьев виктор виктор так вот вот дочь мария мария тоже хотела тебя видеть это наверное важно это она знала моим прежде на сказал мне по секрету с ней нелегко говорить мария такой человек держится дерзко но такие уж они кайны и мария говорил именно то что она даст тебе возможность держать победу над смертью это прямо ее слова такое совпадение хорошо так и поступил идея я приготовлю все для твоего возвращения непременно приходи сюда после разговора с кайными они наверно сделают много такого что тебя ожидать что насторожит тогда помогу тебе советом если будешь нуждаться хорошо так что у нас есть это георгий каин так это георгий каин это у нас мария каин этой едет там я находился съела как и звук-то елая а симон каинозге знаете многогранник что за штука посмотреть подойти поближе будет заводские корпуса котельный какой он огромный этот гор что это первый корпус термитника огромный пикетал старушка ласки мы просто здоровье как кричал вид ли он спасибо разбитую что-то мы вернемся то есть я вернусь обязательно к нам гостеприимно относится приближенно на забесосни давайте пойдем очень а где время интересно время то что тут написано 6 10 это утро до день отлично кто-то он сказал что в двор зашли сейчас пройду поверь проверю может быть реально кто-то во двор зашел в месяц может если что опа что это за удары такие кто так бьет что это за штука ухты мне нравится как это сделано красиво в смысле стильно эй эй вы ведь не замышляете плохое сказали я подойду к ним наверняка они хорошие ребята привет фабричный ты еще тут какое тебе дело это что за штука так это же аддонг они все такие скотоводы серые не до недолепленные аль не знаешь ты откуда свалюсь что на нашу голову чужой что ли смотрели как бы диалект да я только приехал не знал что такое улица что все еще просто более дурно черви дурно червю голова полна кровь кипит брюхо зябнет дай червю отогреться дай да кто-то не трогай нас меня мы опасны блин я не знаю что с ними делать ну пускай они отдыхают я думаю что нормально если посмотрим как время 30 уже 22 подождите нас как как времени вас каждую секунду ведет то есть у нас чего есть 18 минут 18 минут каждый день будет у нас видимо давайте пойдем к этим ребятам это что слендер нет роршах может быть что это за штука окей привет почтеннейший бакалавр будьте столь любезны держаться на одну лишь минуту разговор со мной не займет вас много времени благо время разговоров она вообще не идет если конечно разговор важный наш разговор вас невероятно это касается права игры я не актер конечно конечно вы живой человек что увидит на доказывать меры вашего состояния вы голодаете устойте страдать от боли ран и недугов совсем как живой вам нужно есть пить отдыхать лечиться вам свойства на ошибаться это доказывать мальчарицку природы так и а сменусь обратить ваше внимание на то как важно следить за своим состоянием если у вас потемнеет в глазах или станет трудно двигаться проверьтесь в критических обстоятельствах жизненный процесс протекает быстрее чем в обыденной жизни я знал человека который умер от стресса диагноз был голодная смерть такое случается как мне не говорю стоит ли напомнить такому ученому мужу что голод утоляется пищей пища продается в лавках лавки помещаются обычных домах отмечают с вывесками но вот со сном все обстоит сложнее спать у нас можно только на кроватях и только в особняках извините но так уж устроен наш мир да несправедливо и довольно глупо осмелюсь заметить кстати о торговле в разных лавках одни и те же вещи стоят и одинаково следите чтобы вас не надули а то тут такой народ торговать можно не только в лавках за деньги некоторые прохожие охотно будет меняться бывают вещицы которые кажутся сущей ерундой а кто-то рад за них кровь отдать кровь говоришь да кровь заранее раскладываешь не мне вас учить но если вы следуете по в своей клятве пожелаете избавить от страданий больного подойдите к нему без всяких стеснений дайте ему подходящее лекарство и вы наглядно увидите как утихает его боль если больного снят значит он на пути к выздоровлению не так ли или на пути к смерти даже если так облегчает страдания безнадежно больных вы приумножаете свою репутацию благодетеля которому не жалко потратить ценное снотворное или более утоляющее на бедного прохожего если тут реально все так сделано то есть ты подошел там а те потом цену понижили то что в лавках разные цены то это просто блин best rpg ever что-нибудь еще нет нет пока ничего тогда прощай маска кстати говоря игру сделали айспеку блин посмотрите как красиво на радуга игру сделали айспеку лучше это русские ребята так что смотрите что могем все таки давить остановись высушай несколько слов об обстоятельствах времени и места это так сказать техническая информация на гео не относится но так уж положено перед выходом актера нужно сообщить что ему делать на сцене иначе упадет в зал и в суфлерскую будку я слушаю время идет заморозить или повернуть назад его невозможно здесь меняется ночью а ночного днем поход пока ты находишься в одном месте в другом что-то происходит не думаешь что тебя будут дожидаться некоторые события безвозвратно упущены и так только то что имеет смысл регулярно обходить все места которые вызовут тебя интерес там-то был встречаться с людьми которые сыграют роль в твоей судьбе отличить их от прохожих элементарно остальные статисты фон массовка всегда так было да но нельзя вдаваться в крайности на лицо парадокс не стоит слишком внимательно относиться к жизням третьих с позволения сказать приближенных и не следует слишком принадлежительно относиться к жизням безмолвных масс и то и другое чревато трагедии почему в этом мире существует такая вещь как репутация тончайший важнейший инструмент а твоя репутация зависит состояние мира который тебя окружает мир зеркала не так низкая репутация насчет тем множество личных неприятностей к примеру нужно ли говорить ты ведь человек с фантазией начиная от сил мистических и заканчивая такими элементарными вещами как отношения к тем людей от которых будут зависеть немаловажные вещи количество врагов цены на товары дурные сны мало ли печальная картина как поддерживать репутацию смешные вопросы да как везде не убей не солги и не придай не укради и не возживай не хами не пойма не вор эти правила везде однако в критическом состоянии хорошо помогают человеколюбивые поступки совершенные с риском для жизни ради ближнего или не очень близне понятно да я вот ничего не понимаю из того что творится впрочем ладно в любом случае не советуем слишком бережно относиться к человеческой жизни и слишком доверчиво относиться к чужим словам даже к моим тот кто всем доверяет рискует быть обманутым но тот кто не доверяет никому обычно обманывается в войне отлично ваке мы совсем поговорили сохранимся сейчас надеюсь что игра не будет вылетать там что-нибудь такое потому что все это делать с ней довольно долго довольно долго и сама по себе как мы уже поняли те ребята во дворе но они наверно сами уйду потому что в принципе они сказали то что они просто погреться пришли около костра больничка чем санитарем вас и деньги смотрите на то одежда и перчатки медикаменты у нас есть управлять что-то вода это каменный источник собора когда никогда его выдаст все настройки они уже понимаешь что ох ты я еще и масса для фонаря чем масса нужно сидеть я уже потратил наверное а что слева наверх вот эти вот точки показывают это я так понимаю лавка да бенник мой инвентарь справа его не так слева таблетки иммунокорректор не насильно повышает иммунитет имеет смысл комитет только в очень больших дозах что причиняет серьезного чем здоровья миродром не столько были утоляющий сколько снотворное минус 25 е е что такое и энергия незначительно восстанавливает здоровье 3s что-то все значит хорошо восстанавливать чего во время сна методром дает мощный седативный эффект быстро усыпляет даже примучительной боли время действия 5 часов у нас такая есть уже так что это мы запомним и есть если что у нас будет плохо с нами то мы можем его выпить а потом лечь спать в квартире у этой девчонки потому что она нам видимо видимо это наш дом теперь будет я нам разрешил приходить к ней так ну это нам сюда нужно идти от ума направо сейчас нам право но было бы неплохо найти лавку где продают еду и посмотреть как тут с едой дела обстоят сколько у нас там голод голод и уставочек маленько накапливается ничего страшного что мы если мы будем убивать людей просто такой перевод и знаете нам нужно найти хоть какое-нибудь место где продают еду закрыта и друг мужчина ничего интересного плохо но только посмотрите на это так стильно сделано знаете это очень круто по моему вы так тоже думаете нет он так не кажется но посмотрите на эту красоту все там кажется в настройках можно дальность прорисовки повысить так что я это обязательно потом сделаю так вот это дома тех симонов кайна не знаю кого те же едут а продукт я или не давайте сушить я все-таки схожу сначала по крестам пройдусь так где у нас задание был интерь анакю пока ничего нет это все уже самое старое то что было такой собор да вы только посмотрите на это я-то на превьюшку поставлю я точно вам говорю конь собор рекон типичное место что это это та штука наверное вот это вот странно штукенция блин она не прорисуется наверно если я буду подходить так близко то есть она не прорисуется сколько время в 7 часов гасит фонари понятно это мы запомнили я не знаю зачем но это мы запомним так для начала зайдем с чимон пожить чимон кайн нам надо к судье симон кайн виктор кайн нет дом георгия кайна надо георгию и квик к виктору и к марии нам к симону пока не надо давайте сходим сначала тогда вот к центру потому что вдруг там начнется квесты и все и мужик это девчонки не заскочим загадочно мария я думаю что мы до нее дойдем и на этом закончим но эта игра обещает быть долго вы сами видите я надеюсь что вы еще во первых остались сейчас несмотря на то что графика такая да но все это я надеюсь что вы остались это что вы поддержите моим начинанием такие посмотрите это выглядит шикарно даже несмотря на то что ну как сказать то что тут довольно таки странно такой огонь шейдерный что так вещи мы не мы не будем обыскивать конечно же окей почему у вас все разбито зачем убьете стекла я верю марина мария кайна ты больше похож на авантюристы чем на века и откуда то кто ты сначала будем будем вежливыми и спрашиваю кто она я мария дочь виктора кайна мой отец справит этим городом моя мать создавая знакомство я видела тебя во сне не обольщайся мои мечты тут ни при чем просто видео как ты берешь нас всех за горло что еще босс не расскажу когда смогу довериться надеюсь это будет скоро мне есть что те сказали бакуал донковский но я не имею права до тех пор пока дядя георгий с тобой не встретиться иначе он вырвет мне язык за разглашение они гораздо серьезнее чем ты думаешь мы же не шутки тут шутим верно поговорить дяди рабищего святого и возвращайся ко мне иначе мое сердце разорвется с нетерпения хорошо окей значит мы зря что припевать задачи дня другие дела пока ничего я не знаю как то бы все обновляться я буду посмотреть крипе так подожди кому к виктору виктор и дядя или кто так постойте вот это виктор это брат постой нет это дочь виктора кайна ей надо к дяде а дядя это георгий кайна это брат симонок симона кайна если она дочь брата дочь брата дочь брата чем она кайна про чем на кайна георгий значит георгий это дядя насколько я понимаю да я никогда не разбирался в этих родословных что это за штука слева наверху я не понимаю как-то показывает что все эти листья падут очень да знаете скоро ведь очень уже будет вскоп вскоп лир спереть в 10 класс интересно что там будет знаете у меня все братью не уже разъехались никто в 10 не пошел но из братью книжки читаем кто ты вот я бы не хотел случайно столкнуться нет а то это не а нет я просто тут сушить а кто в общем он кайна кто георгий кай так все то больше никого не написано что чем он кайна при этом это дом георгия кто-то а георгий отлично почтенный доктор мы ждали вас с величайшим нетерпением не нужно излагать подробности вашего дела мы кайны знали о ваших трудах и собирались оказать вам все возможное содействие тем печальными сообщить вам что мой единственный единокровный брат симон создатели хранитель воплощения всего что увидите вокруг убит вот это да не может тем не может быть брат был убит этой ночи убит таинственно после наступления при странных обстоятельств впрочем я не хочу подозревать что его уход из жизни был связан с гостем которого симон принял тот вечер этот почтитель честнейший человек и давний друг нашего дома всего лишь беседовал с братом при свидетелях кто это был вы знаете этого человека в прошлом вечером брат симон принимал вашего коллегу ищедора бураха 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 я буду говорить ведь у вас сюда пригласил ищедор да да ищедор сделал больше чем он сам думает меня не оставляет чувство что время исполняет свои планы используя этого силы спорить с которым нелепо как вы считаете я не фаталист быть может мой разум затуманен горе меня не покидает ощущение что вас приезд был не случайным дорогой доктор от вашей воли тут завищё немного не будем списывать это на судьбу мы ведь не знали о письме ищедор писал рискуя на личность огнев нашего дома вот как мы не знали точно приедете вы или нет но брат готовился к встрече с вами трагедия могу оставить следствием событий предпринятых им ради на вашу несостоящуюся встречу некто убрал с доски мощную фигуру от который зависел вашей позиции жаль что симон играл на вашей стороне так вы полагаете что фирь знал об ударе и стал подбой чтобы прикрыть собой играющую пешку но зачем дабы помочь вам одержать победу смертью ведь вы об этом мечтали предполагаю симон вступил ради этого в очередной тур рискованной игры с судьбой хотел подготовить для вас наглядное доказательство что же он взял это мне совсем не интересно совершил следующий рывок звездам не все равно как и поплатился за это повторяю был убит гораздо иное кем он был убит интереснее но все пошло прахом хотя бы отомстить тому кто вырвал из жизни этого человека хотите помочь доктор найдите нам убийцу у моего брата виктора вы найдете его в соседнем крыле уже есть кое-какие соображения этот счет помогите нам и мы не оставим все в долгу на действительно случайности слишком совпали убийство вашего брата это убийство бакалавра донковского я помогу на сколько то моих силах уверен что если кто-то и сможет объяснить что произошло это вы найти убийцу симона интеллектуальная загадка но если еще дорого орудием фатума значит убийство моего брата послание лично вам но я не винил вас за это а как вы сами предполагаете выискать мы будем принимать свои меры от вас я прошу только одного быть самим собой делайте только то что считаете нужным чтобы не узнал вы не узнали с к исходу дня чтобы не предприняли чем бы не обернувшись для вас сегодняшний день это даст вам простите это даст нам ключик разгадки повторяют все что случилось случилось для вас что я маленько сбился но нет я в принципе я просто закаживший уже устал говорить маленько я сочувствую вам и так это у нас виктор но мы девчонки хотим зайти почему это точка обозначить опустевшие место голый клан готовит занять брат чего на георгий кайна держим и желание найти убийцу кажется их не влечет жажды мечте на желание разгадать некую тайну 6 но а вот это время это время время ты идешь слушайте да действительно время идет и на этом мы с вами закончим потому что это очень интересно мне сам очень интересно но не знаю когда смогу продолжить но надеюсь что вам это тоже интересно уже 32 минуты идет вся запись вот я не знаю как будем дальше играть потому что я уже вижу что здесь все очень плохо то чтобы посмотрите на все эти показатели здоровье иммунитет голод усталость инфекция репутация ну короче говоря как вы видите это как вы видите довольно все очень сложно будет в плане самой игры то есть игра устроена сам по себе сложно столько всяких показатель показателей с такой огромный мир игровой так что у точнее меры мир то ладно но город такой большой для такой игры то вот и и собственно на этом я с вами хочу закончить я надеюсь что вам понравится это потому что я хочу продолжить это я хочу эту игру пройти мне очень интересно что там будет дальше игра мне кажется очень атмосферная очень интересная несмотря на то что очень мало говорю с вами потому что я читаю диалоги в основном я надеюсь что вам тоже это очень интересно вот игра атмосферная и вообще клевая с вами был денис и спасибо за ваше время